Привет, с вами Сойер. Прошел месяц последнего небольшого воркшопа, посвящен анализу кода. Сегодня воркшоп будет посвящен такой штуке, как константы. И я рассмотрю сегодня три вопроса. Первый вопрос – это именованные и не именованные константы. Второй вопрос – это как правильно и точно именовать константы, что это нам дает, зачем это надо. И третье – как управлять константами, меняя область видимости, переопределяя константы, что это нам дает, зачем это надо. И первое, с чего хочу начать, что константы на самом деле – это условное разделение в языках программирования, потому что физически это также самая чека памяти, и лишь позиции языковых конструкций мы делаем их неизменяемыми. То есть, если в реальной жизни константы – это реально неизменяемые вещи, как постоянное число, например, E, P, которые не меняются, и мы уверены, что они меняются, то в программировании константы считается такое число, которое в рамках жизни программы определяется ровно один раз. То есть, у нас есть у константы неопределенное состояние и определенное. Вот в определенное состояние константа переходит ровно один раз, и в течение жизни программы она больше его не меняет. Константы бывают двух типов – это именованные константы и неименованные. Вот давайте начнем с неименованных. Я приведу простой пример кода и сразу станет понятно, о чем я говорю, когда называю константу неименованной. Так, вот у нас есть небольшой псевдокод. У нас есть две переменных x и y, которые, как правило, соответствуют какой-то системе координат декартовой. Ну, это распространенное название переменных для определения положения какой-то точки в системе декартовых координат. А 200 это как раз та самая неименованная константа. И первое. С позиции языков программирования здесь две константы, несмотря на то, что они равны по значению. Это две разные константы, соответственно, у неименованных констант есть одно свойство. Они всегда выражают сами себя и определяются в программе только один раз. Их нельзя использовать повторно. Сколько бы раз мы не писали число 200, каждый раз это будет новое число. И изменение одного числа не повредит изменение другого. Еще такой антипаттер называют логические числа, потому что неименованные константы, так как они выражают только значения, они не выражают никакой семантики. То есть совершенно непонятно, что имел ввиду автор, когда написал этот код. Поэтому хорошей практикой является не использовать неименованные константы, хотя они используются в программах постоянно. В любой программе их можно найти. Но, тем не менее, есть такое правило. Нужно уходить от неименованных констант к именованным. И вот здесь нужно понимать, как это делать. Первое. Одна константа всегда должно иметь точное имя, которое соответствует по солиду, по драйву, по кису. И самым важным свойством любой констант является то, что она должна отражать только одну сущность. И изменение для этой сущности должна происходить только по одной причине. То есть у нас константа в определенной программе в рамках одного запуска программы не меняется, но она может меняться при пересборке программы. То есть если у нас константа выражает, например, максимально допустимое количество каких-то операций, каких-то объектов, то в зависимости от сборки, в зависимости от условий, она может меняться. Или у нас константа может, например, обозначать IP-адрес. Тоже он может меняться в зависимости от того, где запущено наше приложение. Таким образом, константа должна в первую очередь быть точно названа. Это основное требование константа. Теперь константы, именованные, должны соответствовать не обязательно только одному значению неименованной константы. То есть, как я уже сказал, здесь у нас две неименованные константы, число 200. Но что имел в виду автор, знает только он. Поэтому, когда он вводит именованную константу, он должен эту семантику ввести в программу. То есть, когда мы начинаем именовать наши магические значения, мы кроме того, что приводим программу в порядок, мы добавляем кучу дополнительной информации, которые могут использовать средства автоматического анализа. И уже, например, IDE может подсказывать какие-то варианты обработки кода. Уже статические анализаторы могут находить определенные проблемы в коде. Поэтому, когда мы переписываем программу, мы должны понять самое важное. Выделить одно точное именование для константы, которое будет иметь только одну причину для изменения. И в данном случае, если мы имеем под x, y в виду какие-то координаты, мы можем первое определить, что хотим определять положение координат внутри квадрата. Тогда эти два значения у нас превращаются в одну константу, потому что у квадрата есть свойство, что страна по ширина и высота одинаковы. То есть, мы вводим константу SquareSize и это уже будет выражено в коде через эту константу. Все, мы закрепили и теперь у нас две неименованных константы превратились в одну именованную, которая равна 200. Это первое разрешение, которое нам позволяет добавить мало того, что семантику, у нас появляется уже дополнительное логическое средство контроля через эту константу, что у нас всегда будет проверяться наличие положения внутри квадрата. Либо второй вариант, если мы понимаем, что речь идет о том, что это у нас какая-то фигура, только это будет не Square, Rect, Rect X, а Y меньше Rect Y. То есть, разделить на две именованные константы, мы добились, соответственно, того, что стало больше семантики, по смыслу код не изменился, но теперь мы можем уже делать прямоугольные области и вот эти две вещи, соответственно, у нас приобретают особое значение. И здесь нужно понимать, что у любых констант есть область видимости. Существует локальная область видимости, когда константа определена внутри какой-то функции, и глобальная. Вот больше всего проблем возникают с глобальным, и больше всего критики у не очень опытных разработчиков возникают в тот момент, когда они пытаются договориться с глобальными константами. В чем здесь проблема? Проблема в том, что глобальные константы имеют тенденцию использоваться во многих местах, во многих контекстах. И здесь возникает проблема, что чем больше контекстов используется, тем сложнее вносить изменения глобальных констант, потому что они, в зависимости от контекста, могут приобретать оттенки смысла, которые помешают изменению. То есть, когда у нас есть какая-то глобальная константа, и мы напрямую ее используем в нашем коде, мы сталкиваемся с тем, что наш контекст завязан на текущее значение этой глобальной константы. Это самая большая проблема, которая возникает у новичков, и в данном случае нужно понимать, что глобальные константы не могут использоваться без определения контекста, без проверки на то, что данная глобальная константа подходит под контекст ее использования в данном конкретном месте. Поэтому, когда вы пишете в коде какие-то вещи и используете константы, самое правильное, что вы можете сделать в принципе безопасного программирования, это переопределить константу с глобальной области видимости на локальной. Например, у нас все тот же rectx, который равен, как вы помните, 200, но мы используем в контексте, когда у нас максимальная ширина, ну скажем, экрана равна 150, да, даже нет, здесь не так скажем, то есть максимальная трумста равна, и вот когда у нас максимальная ширина 300, и сейчас за значение rectx 200 у нас все хорошо. Но дальше возникает вопрос, а что будет, если мы возьмем и вот эту константу переопределим на 350? А у нас максимальная ширина 300, и если нам, соответственно, придет значение x равным 310, то у нас будет проблема. И вот здесь это как раз несогласованность использования константы внутри контекста. То есть вы понимаете, что это очень такой контентный пример, но тем не менее, то есть мы не можем использовать константу произвольную, потому что у нас есть собственное локальное ограничение, которое накладывается контекстом, поэтому правильное использование константа подразумевает переопределение, определение нашей спецификации к использованию константа. Мы должны взять глобальную константу больше 300, и вот опять же, вот это вот глобальная область видимости, а это локальное требование. Здесь 300 мы должны по-хорошему заменить, вот вместо 300 написать max width. То есть, что мы сделали? Первое, мы использовали константу, проверили ее на наше максимальное условие, и вот здесь мы должны сделать переопределение и ввести local, назовем его, rectx. Это и есть переопределение константы, то есть до этого момента она не определена, и мы можем в локальной области видимости определить значение константы, и в данном случае она будет равна 300, а в противном случае будет равняться rectx. И в данном случае, почему это необходимо сделать? Когда мы конфигурируем наш модуль, наш компонент, используем глобальную константу, мы всегда должны четко понимать, что если у нас есть серьезные ограничения по контексту использования, и мы накладываем определенный контекст на использование этой переменной константы, точнее, то мы должны сделать обязательно проверку и проверить на то, что глобальная константа соответствует нашему локальному контексту. И вот понижение области видимости, понижение глобальности константы и введения локальных констант, это хорошая практика. То есть мы не можем доверять глобальным константам, просто потому что они могут использоваться во многих контекстах, и уточнение контекста должно происходить и являться головной бою нашей. И здесь есть два варианта. Либо мы не используем глобальные константы, это достаточно хорошее правило, и я, в общем-то, очень часто к нему привлекаю, когда речь идет о реальном программировании. То есть глобальной константы может быть такая константа, которая имеет ровно один контекст использования внутри проекта и не может иметь других контекстов. Например, глобальной константой может выступать, например, не знаю, порт подключения к серверу. Но при этом нужно понимать, что когда вы задаете глобальную константу, контекст ее определен это подключение, есть еще допустимые значения, которыми можно задать эту константу. Да, она задается один раз, но у нее есть набор допустимых значений, которые она может принимать, поэтому здесь также вводится соглашение и проверяется соглашение на то, что глобальная константа, это делается один раз в момент определения, после определения, глобальная константа задана по этому совершению. То есть, если мы говорим, например, про порт подключения, то мы не допускаем строчного, ну, дескриптивного описания в виде, там, HTTP, HTTPS порт, да, мы должны, например, задавать его только цифрами. Либо наоборот, мы говорим, что это должно быть только конкретное значение, и тогда здесь нужно понимать, что значение протокола, оно должно быть жестко зафиксировано и не переходить потом в цифровой вид из описательного. Вот, поэтому, когда мы говорим о глобальных переменах, о глобальных константах, всегда есть сложность в том, что мы должны определить четко один контекст, и если, ну, как правило, это сделать очень сложно, существует только набор определенных устоявших констант, которые вы используете от проекта к проекту, там, префиксы, например, да, то есть, такой константой могут быть префиксы для логирования, да, вот тоже хороший пример, когда этот префикс не влияет на контекст, и когда вы можете достаточно безопасно его использовать. Поэтому, когда вы определяете глобальные константы, вы должны стремиться делать это как можно реже, потому что предпочтительнее определять локальные константы, это первое. Второе, когда вы используете глобальную константу, независимо от того, насколько она вам нравится, не нравится, насколько вы к ней привыкли, вы должны точно понимать, что у нее есть ровно один контекст, и вы используете его в этом контексте. Если вы понимаете, что у контекста есть варианты, то вы должны ввести проверку. Далее, когда вы вводите константы, вы должны давать точное, желательно, дескриптивное имя, которое будет иметь только одну причину для изменения и иметь только один тип допустимых значений. То есть, это она должна задаваться только цифрами, только числами, только, там, какими-то значениями строки из диапазона. И если у нее есть какая-то неоднозначность, то вы должны разделить две константы. То есть, допустим, если у нас речь идет о хосте, то у нас есть хост, который может задаваться IPv6, IPv4 и доменным именем. Вот это будет три константы. То есть, будет хост IPv4, хост IPv6 и хост domain. И так и только так. Если у вас внутри одной глобальной константы, возможно, несколько контекстов, вы должны сути эти контексты до одного. Если вы оставляете просто хост, то вы при использовании этого хоста внутри своего модуля, своего компонента, должны понизить область видимости и проверить его границы на тот контекст, который используется у вас. То есть, если вы предполагаете, что должен быть IPv4 этот хост, вы его проверяете. Если вы предполагаете IPv6, вы его проверяете. И вот это правильный способ использования константа. Если вы надеетесь, что кто-то там за вас это сделает и проверит, то это неправильный способ использования констант, и так использовать константы не следует. Надеюсь, у вас появилась какая-то дополнительная ясность в отношении констант. Вы поняли, что такое область контекст использования константы. Вы поняли, как контролируется контекст. Вы поняли, чем именовая константа отличается от неименованной. Но, если есть какие-то вопросы, задавайте их под видео, задавайте их в телеграм-канале. На этом всё. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер.